Всем привет! Отвечу на несколько вопросов. Хочется, чтобы жизнь состояла из одних ответов. Вопросы сыпятся и сыпятся. За последние несколько дней я увидел несколько вопросов, которые совпали в некоторых точках. И вот об этом поговорим. Да, я сразу хочу попросить еще раз, не пишите мне огромные комментарии. У меня нет ни желания, ни времени их читать. Даже если там есть какое-то зерно, интересная мысль, они просто пропадают. Я не в состоянии все это прочесть и всем ответить. Ну, много вопросов было, опять же, о городе. Какой город выбрать. И был один очень большой комментарий. Даже это не комментарий, а такой рассказ и вопрос. Я не буду читать вам это все. Ну, человек написал, что когда-то они репатриировали с семьей в ЦФАТ. Потом снова уехали в Москву, и сейчас человек снова собирается приехать. Вообще, честно скажу, я не понимаю, как люди попадают в ЦФАТ. Для меня это непонятно. Я вообще говорил и буду говорить, что какая бы часть страны, какой бы город страны вам не понравился, потом, впоследствии, нужно выбирать для репатриации все-таки города большие. Большие города центра, или пусть это даже будет большие города юга, или север, но это всегда большие города. Большие города – это больше информации, это больше людей, это больше возможностей, это больше предложенной работы на рынке труда. Ну, и больше возможностей для учебы. И очень сложно выбрать городок. Мне вот тоже в личных сообщениях написали о севере страны. Сейчас вот недавно я получил еще один вопрос о городе Кацрин. Что я об этом думаю? Я написал уже человеку, но я отвечу также и вам, что я очень люблю север страны. И очень люблю Галилею, и Нижнюю Галилею, и Верхнюю Галилею. Считаю это самым лучшим местом и в плане климата, и в плане природы Израиля. И очень люблю там отдыхать. Но жить бы там, конечно, я не смог. Считаю, что маленькие городки севера выбирают, допустим, даже юга, выбирают люди, во-первых, интроверты, несмотря на то, что я интроверт, но все-таки выбирают люди, которые уже состоялись, у которых заработали себе на дальнейшую жизнь и не должны заморачиваться поисками работы или учебы, а просто хотят построить себе дом и наслаждаться природой, видами и спокойной, тихой жизнью. Тем же людям, кому нужно будет каждый день ездить на работу, искать работу, учиться, переучиваться. Маленькие городки очень сложны в этом плане. Конечно же, сделаем скидку на то, что машина решает все. Если жить, скажем, в Кацрине, то Тверию я не рассматриваю вообще. До Хайфы час езды на машине. Как бы ничего страшного, опять же, для того, кто согласен ездить этот час на машине. Что же касается Цфата. Тоже люблю этот город. У меня живет там друг, художник, у которого там галерея. Сейчас одна, было две галереи. Но друг ехал, он раньше меня приехал в страну где-то на год или на полтора года. Он ехал с семьей, и он точно знал, что он хочет в Цфат. Вот Цфат, есть там колония художников, когда-то она была более процветающая, чем сегодня. Но он весь в искусстве. Это его все. Он делал тут имя, и он жил в Цфате. Опять же, бросив там семью, в Цфате он ездил по всему миру и делал себе имя. Вот чем он занимался. Потрясающий город в плане того, что приехать, посмотреть. Ведь умопомрачительные виды. Этот потрясающий климат. И древний город, и каббалисты. И все это, конечно, очень красиво, и галереи. Опять же, приехать, посмотреть. Я даже когда отдыхаю на севере страны, я люблю приехать в Цфат. Люблю прогуляться по его древним улочкам. Но уехать и гостиницу где-то взять в Верхней Галилее, что-то такое, гостиницу-бутик или циммер, где-то все равно подальше. Но не оставаться в Цфате. Опять же, это мое личное мнение. Город со мной не резонирует просто. Я считаю, это сложный город для жизни. И не по своей религиозности даже. А все-таки это очень отдаленный город от всего. Я не считаю, опять же, это город, чтобы там растить детей. Поэтому город это для специфических людей. В каждом конкретном случае. Поэтому я не могу никогда советовать город. Кому-то это да, очень классно. Кому-то очень классно будет приехать в Кацрин. Потому что, ну окей, маленький рынок работы, я понимаю. Но везде огромные сельскохозяйственные угодья. Эти фруктовые сады. И очень много машалов и кибуцов. И есть, конечно, на севере и сфера туризма. Очень многие молодые репатрианты работают в ней. Опять же, надо сказать, что зарплаты там небольшие. И не потому, что в этой сфере они небольшие. Потому что вообще на севере страны не такие зарплаты, как в центре. Иногда даже в разы меньше. Люди приезжают и в Кириад Шмона. Но опять же, все это, все очень-очень далеко. И все очень-очень специфично. Опять же, это не относится к тем людям, которые... Ну, я не знаю, всю жизнь проработали гайдами. Всю жизнь устраивали какие-то экскурсии, пешие маршруты. Опять же, все, что связано с туризмом или с каким-то таким физическим отдыхом. Есть же компании, которые занимаются и спуском на каяках, и лазанием по горам и так далее. Но я говорю про себя, все это, конечно, не для меня. А так, конечно, север это... Не важно, в каком городке. Есть более ухоженные, менее ухоженные. Есть просто картинки, а не городки. Все это, конечно, прекрасно и замечательно. Опять же, для меня приехать, посмотреть, отдохнуть, насладиться этим всем. И вернуться обратно. Вот. Если вам 55 лет, если вам ближе к 60, нужно, конечно, думать о том, где вы все-таки будете работать. А работать вам в Израиле еще очень-очень долго. Я знаю много, я много езжу по городам, но, тем не менее, я не могу дать полную информацию по каждому городу. Я могу дать примерную, опять же, по своим ощущениям. Не относитесь к этому как к истине в последней инстанции. Потому что есть очень-очень много нюансов. Люди живут везде. И как преуспевающие люди везде живут, так и люди, которые, ну, не сложилась у них жизнь, также и в центре их полно. Поэтому географическое положение для человека практически ни на что не влияет. Везде можно жить хорошо, везде можно подобрать себе занятия по интересам и так далее. В любом случае на севере есть Хайфа. Но, опять же, что для меня Хайфа? Хайфа для меня это... Вот то, что сразу приходит в голову, конечно. Это красивейшая набережная сейчас новая. Это, конечно же, германский район. Мошала-Гермонит. Это Бахайские сады. Это Рождественская елка огромная. Это... Это огромная сфера хайтык. Да, как ни странно это не звучит. Это, конечно, для многих, потому что Хайфа – это все-таки порт. Торговый порт, военный порт. Основные морские ворота страны, скажем так. Но для меня нет. Для меня все-таки это сфера хайтык. И хотя центром хайтыка, такой силиконовой долиной не только Израиля, но и вообще мира сегодня является Кириат-Гат. Но весь петух, вся разработка, все мозги находятся все-таки в Хайфе. Но, опять же, никогда бы не смог жить в Хайфе. Это безумно тяжелый климат. Но люди живут. Поэтому то, что я говорю, это ничего не значит. Ну и вернемся к вопросам. Было несколько забавных вопросов. Первый. Какие и за что платятся налоги в Израиле? Ну, такие же, как и везде. Во-первых, подоходный налог. Кстати, он намного ниже, чем во многих странах Европы. О том, что в Израиле непомерно высокие налоги, это миф. Налоги на добавочную стоимость. Налоги на покупку и продажу недвижимости. Налог на землю. Солидный налог. Интересно, что в некоторых странах его нет вообще. В некоторых странах он минимальный. В Израиле это достаточно большой налог. Вы платите налог муниципальный, скажем так. Налог на землю. Который зависит целиком и полностью от площади вашей квартиры. То есть, не в зависимости от того, сколько делает муниципалитет для вашего города, для вашего района. Вы же в одном доме живете, а не в нескольких. Но если у вас квартира, допустим, на высоком этаже, двухэтажный дуплекс, то вы будете платить двойную цену. Одно на это очень серьезно, но нужно сказать, что пенсионеры освобождены от этого налога. Я вот точно не помню, освобождены или платят в некоторых местах 10% только от этого налога. Налоги драконовские, я считаю так. Это на покупку и продажу недвижимости. Получается, что с вас берут дважды. Вот я, допустим, хочу продать эту квартиру, купить новую квартиру. Я продам ее и заплачу налог. И при покупке я заплачу налог. Суммы очень солидные. Если, учитывая ценность жилья в Израиле, неважно где, пусть это даже не центр будет, то суммы очень приличные. Нужно к стоимости квартиры, к вашим возможностям, добавить еще процентов 30, которые уходят на налоги. Потому что там 14%, там 12%, там 10%, там адвокату, там, ну, короче. Очень солидные налоги. До недавнего времени существовал налог на телевидение, который отменен сегодня. Ну что, все это, пожалуй, все. Какие налоги? Ну, на покупку любую всегда, при любой покупке всегда есть налог. Покупаете ли вы машину, или покупаете ли вы булку хлеба, всегда там этот налог входит. Конечно же, если у вас свой бизнес, это немножко другой разговор. Ну, я не буду, потому что это очень большая тема. Следующий вопрос. Что из себя представляет израильская экономика, за счет чего шекель есть надежная или ненадежная валюта, и из-за чего зависит выпуск валюты? Мне немножко странно, что мне задает этот вопрос человек, которому уже 20 или даже чуть больше лет. Это надо знать. Ну, почему шекель есть надежная валюта, а именно надежная? Ну, во-первых, это грамотная манифизационная политика страны. Так было далеко не всегда. Были времена, когда в Израиле была гиперинфляция. Ну, эти времена, слава богу, давно канули в лето. Также грамотная политика Банка Израиля по поддержанию шекеля на том уровне, на котором он есть. Вот ни высокий, ни низкий. Нахождение оптимального уровня. Потому что, если валюта ваша очень дорогая, у вас автоматически падает конкурентноспособность. В любых сферах. И вы обязаны изыскать такие сферы, где бы вы на рынке были единственными. А если у вас валюта дешевая, постоянно обрушивается, это ведет за собой подорожание товаров. Потребление и обнищание. Вообще, в обоих случаях. И в том, и в другом случае происходит обнищание. Если в первом случае обнищание происходит из-за дороговизны, когда валюта низкая, дешевая. А во втором случае, когда валюта дорогая, она теряет свою конкурентноспособность, рынок теряет свою конкурентноспособность, потому что товары становятся очень дорогими. И есть масса других стран. Тот же Китай, например, где и рабочая сила, и товары стоят гораздо-гораздо дешевле. Так почему мне покупать у дорогой страны? Я должен купить. Ну, то есть я могу купить у дешевой. И вот это вот очень-очень грамотная и мудрая политика, держать именно вот этот уровень. Нельзя отпустить. Если отпустить шекель, шекель взлетит вверх и перебьет и евро, и доллар, и все на свете. Очень многие не понимают, почему это происходит. Хотя как бы все лежит на ладони. Но я понимаю, почему не понимают. Мы привыкли, что сильная страна с сильной экономикой это обязательно гигантские мегазаводы, тяжелой промышленности, добывание какой-то там руды, полезных ископаемых и так далее, и так далее. В Израиле этого ничего нет. Но в Израиле основное богатство – это мозги. Нация стартапов. Не зря. Стартапы, которые пользуются успехом во всем мире. За которыми гоняются. Это интеллектуальное богатство. Это, во-первых, сфера хай-тек. Сегодня Израиль просто империя хай-тек. Хай-теком Израиля заинтересована Япония. Японцы вкладывают деньги в израильский хай-тек. Опять же, что такое сфера хай-тек? Это тоже интеллектуальное богатство. Четвертая страна в мире. Первая по оружию. И первая по модернизации старого оружия. Не помню точные цифры. Прошлый или позапрошлый год, по-моему, 90-96 миллиардов долларов. Только сфера военной промышленности. Ну, да, есть немалая доля. Хотя сегодня об этом уже говорить смешно. Но сфера обработки бриллиантов. Бриллианты. Бриллиантовая биржа Израиля. Биржа номер один. Химическая промышленность. Номер один в мире. Фирма Сано. Известна во всем мире. Ну и дальше пошел медицинский туризм. Туризм вообще. Но это все ничтожные доли в экономике. Даже я не буду уделять этому времени. Конечно, кто не знает израильскую сельскохозяйственную продукцию. Но, тем не менее, говорить об этом тоже смешно. Несмотря на то, что малюхонькая страна Израиль кормит большую часть мира, доля сельскохозяйства в экономике составляет меньше 2%. 1,7 или 1,5. Что-то в этом роде. По сравнению с аграрной Европой, где доля сельского хозяйства от 4 до 8% экономики, то можете себе представить. Надежность валюты – это же, конечно, надежность банков. Надежность банков – это мировые рейтинги, которые ежегодно либо поднимают, либо опускают планку. Рейтинг израильских банков очень высокий. Меня как-то спрашивали по поводу израильских банков, куда вот вложить или выгодно ли вложить в израильские банки. Чтобы ваша валюта была сохранена, да, выгодно. Но если вы хотите получить выгоду от израильских банков, то есть вложить деньги и через какой-то там промежуток времени получить хорошую сумму, приличную, то этого, конечно, нет. Банки, они поэтому и надежны, что работают в первую очередь для себя, а во вторую – для клиента. И никак не наоборот. Ну и, конечно, немалая дуэль в экономике – это малый бизнес. Еще один вопрос. Как Израиль развивается в профессиональных видах спорта, в каких большей степени ставит ли цель успеха на мировой арене? Я уже отвечал на один подобный вопрос. Если честно, меня мало интересует профессиональный спорт. У меня вообще с детства травма. Меня всегда отец пытался засунуть куда-нибудь в какую-нибудь секцию, в какую-нибудь группу. То баскетбол, то плавание. Я это ненавижу. Я когда слышу вообще слово «спорт», у меня смарморот, у меня мурашки по всему телу. Несмотря на то, что я люблю и пешие прогулки, и всякие гаджеты, и ролики, и коньки, и скутеры, и так далее. Но слово «спорт» я не люблю, и все, что с ним связано, я тоже не люблю. И это вопрос, в общем-то, не для меня. Если в Израиле профессиональный спорт, безусловно, есть. Есть достижения, безусловно, есть. Какие виды спорта, как, куда податься, куда устроиться, кого спросить? Ребята, это целиком и полностью на вас. Я не тот человек, который вам может помочь или направить в этом направлении. В данном случае, то, что знаю я. Паралимпийские игры. Олимпийские игры для людей с какими-то физическими отклонениями. Израиль занимает всегда все первые места. Дзюдо, виды борьбы, штанга, тяжелая атлетика, танцы, спортивные танцы. И латиноамериканские танцы. Очень много наград, очень много побед. Израиль очень хорошо выступает в различных водных видах спорта. Яхты, серфинг и так далее. Футбол, баскетбол меня мало интересуют. Баскетбол, да, про футбол не знаю. Вся инфраструктура для этого в Израиле есть. Есть прекрасные спортивные залы, есть великолепные бассейны. Про велоспорт меня спросили. Не знаю, не в курсе. Ну, как говорится, гугл в помощь. Любую информацию сегодня можно найти. Связаться с любой организацией, с любой школой спортивной. Поэтому тут уж извините, тут я вам ничего конкретного не скажу. Всем удачи и спасибо. Пока.